Дорогие подписчики, уважаемые зрители, всем привет! С вами канал Underworld и его ведущий Степа Волх и Бася. Сегодня я хочу рассказать вам об одном историческом подземном инженерном сооружении, сохранившемся до наших дней в своем первозданном виде. А теперь немного рекламы. Хочу представить вам сталкера, руфера из столицы Карелии, Петрозаводска, Уотсона. Заходите на его канал, смотрите видео, подписывайтесь на его канал. Видео очень качественно сделано, хорошо смонтировано, хорошо подобран саундтрет. Ну и самое главное, отличаются адекватным, интересным ведущим. Но для начала надо сказать, что когда мы отправились на этот объект, у нас не было никакой информации о его назначении. Известно было лишь, что это камеры с шиберными затворами, не использующимися на сегодняшний день. Перевод постройки от рекамеры середины 1890-х годов. Интересной особенностью объекта является, лестница, по которой мы туда попали. Это нормальный лестничный пролет, начинающийся сразу под люком, в отличие от привычных нам вертикальных лестниц или скобом монтированных ствол. За камерой с шиберами находится еще одна камера, меньшая по площади, со смотровым люком. Когда мы прошли в нее, стало очевидно, что из второй камеры есть проход дальше. Из нее уходили два параллельных ходка яйцевидной формы, выложенных кирпичом высотой около полутора метров. Оттуда издалека доносился устойчивый гул, больше похожий на звук работы какого-то механизма, чем на шум воды. Конечно же, я не смогу стоять перед соблазном узнать, куда ведут эти ходки и что является источником шума. Но, к сожалению, снять там видео мне не удалось. Поскольку неизвестно было ни о назначении объекта, ни о том, как далеко получится мне пройти, и тем более, как потом буду выбираться обратно, я решил не брать с собой видеокамеру. Идти было очень неудобно из-за узкого покатого дна, покрытого скользкой жижей и маленькой высоты самого катка. Так я пробирался примерно 50-70 метров. Каток постепенно поворачивал направо под небольшим углом, и из-за этого до последних метров не было видно, куда он ведет. Шум становился все сильнее, и лишь на последних метрах пути превратился в отчетливый звук мощного потока воды. На фотографии видно место соединения этого ходка с действующим коллектором. А по запаху и характерному цвету потока не составило тут труда определить собственное и канализационное назначение этого коллектора. Интересно отметить, что действующая часть коллектора построена тоже в 90-х годах XIX века и действует неизмененный по сегодняшний день. Так хорошо тогда строится. До конца XIX века в Москве не было централизованной системы канализации. Бытовые стоки скапливались в выгребных ямах при домовладениях, и по мере накопления вывозились арсенезаторы. Строительство первой очереди централизованной канализации было начато в 1893 году. В 1898 году она была запущена в эксплуатацию. Система представляла из себя сеть канализационных каналов общей протяженностью 262 километра, насосной станции Люблинского канала и полей Орошины. К ней были подключены 219 домовладений. Шиберная камера, в которой мы побывали, с подходящим к ней коллектором и сетью действующих коллекторов является частью первой очереди канализации Москвы. Но находиться в непосредственной близости от действующего канализационного коллектора не только не очень приятно, но и небезопасно для здоровья, поэтому я решил выбираться обратно. Сама шиберная камера использовалась для регулирования потока перед насосной станцией, которая находилась на другом берегу Москва-реки, перед переходом через Москва-реку канализационного коллектора. Уже позднее нам удалось узнать, что недалеко от того места, где соединяется этот ходок с действующим коллектором, куда я вышел, находится дюкер под Москвой-рекой, который был построен уже в более поздний период в наши дни. Таким образом осуществляется пересечение канализационного коллектора и Москвы-реки. Ну и, конечно же, отдельного упоминания стоит то, какими ароматными и чистыми мы выбрались из этого коллектора, и как мы потом долго очищались. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч! С вами был канал Underworld и его ведущий Стэпл. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok